Ребята, всем привет! Вот такой пакетик небольшой приехал в очередной раз. И здесь у нас должен находиться, как вы уже поняли из описания, замок на ствол. Ну как, не на ствол, конечно же, а на спусковой крючок, на скобу спускового механизма. Это нужно для того, чтобы ваши детки не взяли ваш ствол, если вы его вдруг не храните в сейфе, как я, и случайным образом не навредили ни себе, ни окружающим. Здесь вот имеем вот такую маркировочку. И вот такой вот у нас приехал замок с кодом. Отодвинули вот эту штучку и сняли. Имеется у нас также резиновая здесь подкладочка с одной стороны и резиновая подкладочка с другой стороны. Чтобы наше оружие с вами не царапалось. Устанавливаем, задвинули, сбросили код. Как устанавливается код, я сейчас посмотрю. И мы с вами попробуем это на моем ружье. Видим, здесь чайно написано. Ну и больше надписей, в принципе, никаких я здесь не вижу. Итак, друзья, разобрался, как я этим устройством пользоваться. Как выставить на нем код. Все просто. Как видите, сейчас у нас код выставлен 100. И у нас замок открывается. И мы можем его куда-то одеть. Для того, чтобы выставить новый код, мы закрываем замок. Здесь у нас сбоку имеется вот такая вот штучка. Мы ее нажимаем и выставляем, скажем, 101. Как видите, замок закрыт. А так он открыт. То есть код мы выставили 101. Мы его закрываем. Смещаем этот код. Ставим, к примеру, 103. И уже не открывается. Выставляем 101. И спокойно замок открывается. Что мне не понравилось? Не понравилось то, что вот эти вот колесики регулировочные для того, чтобы выставить. Вот они не крутятся в обратную сторону. Они крутятся только в одну сторону. То есть вам в любом случае необходимо будет прокрутить это все от 0 до 9. Второе. Они подпружинены. Чувствую я там какие-то пружинки. Вот видите, они двигаются. И они очень туго вращаются. То есть вот. Очень туго. 101. Открыли. Закрыли. Давайте посмотрим, как это смотрится на ружье. Имеется, друзья, в моем арсенале вот такая винтовка Edgun Matador. Давайте на ней мы и посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, конечно же, это было куплено не для этой винтовки, а для другой. В этой винтовке у нас здесь можно открутить винтик, снять эту планку и произвести выстрел. Давайте посмотрим, как он тут устанавливается. Вот первый раз ставлю при вас. То есть еще ни разу не устанавливал. Идея у нас как-то должна быть поставиться. Вот так что ли. Наверное, как-то так. Как-то так. Как видите, у нас здесь будут находиться упоры, которые не дадут при движении этой штучки полностью. Вот так вот мы поставим. Вот. У нас находятся упоры, которые нам не дадут при движении замка вперед-назад, не дадут произвести выстрел с установленным замком. То есть мы поставили вот так это все. Вот так. И закрыли замок. Как видите, друзья, у нас замок закрыт. Его не снять. Он не двигается ни вперед, ни назад. Так как здесь расположены резиновые штучки, подкладочки, у нас не царапается цевьё. И сам замочек сидит у нас плотненько. Ну, естественно, я уже как сказал, здесь вот винтик можно открутить, всю эту конструкцию снять. Но этот замок был заказан не для этого ружья. Вот такой, ребята, замочек для спускового крючка. Предохранитель, так называемый, от детей. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если понравилось видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok